Судья Здравствуйте! Судья – это венец юридической профессии. Это вот самая ее верхушка. Это мечта любого юриста – стать судьей. Когда тебе государство дает в руки такой инструмент, как решать судьбы своих граждан. И ведь в нашем представлении судья – это не только человек, который идеально знает закон. Это еще человек, который обладает высокими моральными качествами. Но что мы видим на деле? Если вы никогда не были в суде, я вас поздравляю, вам очень повезло. И вообще вам там делать нечего. Ну, кроме уголовных судов, есть же еще гражданские дела, рассмотрение гражданских дел, есть еще арбитражные дела. Но, как говорится, от тюрьмы, от сумы и от суда не зарекайся. Мы, наша редакция, из-за специфики своей профессии, очень часто бываем в судах. Мы очень часто видим решения судей. Мы очень часто видим, как суды себя ведут, какие решения принимают. И иногда тебе просто разводишь руками и думаешь, а как, а почему, а как это так вообще? А так можно, что ли? Я хочу, чтобы меня правильно поняли, что я сейчас не буду говорить, что все судьи такие. Да, конечно же, есть честные, есть действительно с высокой моральной планкой, знающие закон, знающие, как его применить, этот закон. Но есть люди, которые занимают в иерархии судей очень высокие должности. И они своими действиями, своими решениями, своими поступками просто бросают тень на все судейское сообщество. Совсем недавно был скандал в Ростове, там задержали, завели уголовное дело уже на сегодняшний момент председателя областного суда Елену Золотареву. Нашли у Золотаревой, говорят, несколько миллионов наличными. Откуда у судьи несколько миллионов наличными? Это председатель суда. Совсем недавно в Самаре сняли еще одного председателя 6-го кассационного суда Александра Ефанова. Очень много об этом писал Хинштейн, депутат, там у него и часы какие-то дорогие нашли, очень похожие на дорогие часы, на фотографии видно. И вот машину он покупал жене, в общем, своим родственникам, ну и самое главное, там, аферы, якобы аферы за землей. И вот фирма Хорс, которая якобы связана с этим судьей Ефановым, купила землю за 14 миллионов, а цена ее больше миллиарда. Вот такой бизнес. Вы знаете, для всех юристов, которые работали, особенно те юристы, которые не живут в этом Краснодарском крае, которые работали в Краснодарском крае, вам все однозначно скажут, что там закон работает как-то по-особому. Неважно, какие доводы, какие аргументы, какие доказательства вы предоставите, суд, ну вот так он, так он, так он устроен, Краснодарский суд, что он примет, ну по своему усмотрению. И вы знаете, мы же говорили, мы много сняли в Краснодарском крае, и вот совсем недавно появилась такая статья в ВЧК УГПУ, в телеграм-каналах, она еще в других каналах появилась, прошли такие публикации, что Шипилов пришел, на него надеялись. Но вот Шипилов, ну не смог там что-то сделать, заправляет там некая такая гвардия Владимир Кисляк и Сергей Крутов. Это вот такая старая гвардия, она еще при Хахалевой была, при той самой Хахалевой, и вот до сих пор, вот так сказать, борозды правления она держит в руках. Дело в том, что мы об этом, а точнее Новиков, судья Новиков, бывший судья Новиков, который сейчас сидит, в нашей программе говорил об этом давным-давно. Вот давайте послушаем, что он говорил о Владимире Кисляке. А Чернова нет, но остался Кисляк. То есть он доктор Злов главный? Он сейчас серый кардинал. Серым кардиналом сегодня является Кисляк. А он недавно разработал письмо, где обязал всех судей Краснодарского края направлять ему лично копии поступивших исковых заявлений по всем делам, связанным по самовольным постройкам, по земельным спорам, по строительству. И как пишут судьи, я об этом публиковал, пишут, говорит, блин, боится, что копеечка мимо пролетит. Зачем председателю суда апелляционной инстанции проверять, какое дело поступило в районный суд и что по нему сейчас происходит? Но ведь можно сказать, что это же бывший судья. Он же просто, его уволили по компрометирующим обстоятельствам, и теперь он мстит своим бывшим коллегам, честным коллегам, а на самом деле все по-другому. Можно, конечно, так сказать. Только тот же Новиков выложил, ну это сейчас, где-то два года назад это было, несколько часов записи, где некто, Сергей Кравец, это бывший чиновник, на тот момент он был чиновником, ведет беседу с бизнесменами. Он рассказывает там, это аудиозапись, рассказывает, как, сколько, что, что, кому он носит. Я пошел, разговаривал, администрация говорит, мы можем сделать перераспределение, пятерку нам в конверте, значит, миллиона два официально в бюджет за перераспределение, за выкуп, и трешку, ну больше, может, пятак по судам. Мы дальше апелляции не пойдем, мы все вам исполним. Вот я уже понимал расходная часть, я вообще остался, сказал, ребят, вы знаете, мы там, говорю, пока в судах, погодьте. Мы, говорю, отсудимся, а потом вернемся к этому вопросу. Как они рассуждают? Ну тоже, я прям вот... Но это будет в собственности? Это в собственности будет, с новыми обеспечителями. Ну да, да. Он должен проиграть в Советском сейчас, в арбитраж передоступен. И я Кунейко, 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 где он включается у вас, я Кунейко двушку отдал. Вот как бы так, очень так, по-простяцки, они сидят, разговаривают. Потом Сергей Кравец принес извинения. Он сказал, что нет, я просто пошутил, что судьи тут вообще ни при чем. Вот давайте посмотрим эти извинения. Я Кравец Сергей Алексеевич. Хочу публично извиниться перед всеми сотрудниками судебной системы Краснодарского края за те ложные сведения, которые были мной озвучены в ходе разговора со своими знакомыми. Значит, никогда я денежные средства никому не передавал, ни с какими просьбами коррупционной направленности не обращался. Более того, большинство судей, указанных мной, мне даже лично не знакомы. Вот он извинил, сказал, что нет, это все не мое. Но давайте мы сейчас, я вам еще одно видео покажу. Оно тоже недавно появилось в интернете. И там бизнесмен, зовут его Шунин Геннадий Витальевич, называет сумм и фамилия. Шунин Геннадий Витальевич обращается к Бастрыкину, чтобы он принял какие-то меры. Я Шунин Геннадий Витальевич. Нахожусь в здравом уме и трезвой памяти. Обращаюсь к Бастрыкину Александру Ивановичу, поскольку опасаюсь за свою жизнь и здоровье. Ранее я уже сообщал о том, что был вовлечен в преступное сообщество Кравца, Мельницкой и Пахаренко. При их посредничестве мной были даны взятки должностным лицам и судьям Краснодарского края. Одним из эпизодов преступного плана Кравца и Мельницкой было следующее. Мы никак не могли договориться с судьей, который вел мое банкротное дело. Тогда Кравец предложил мне решить вопрос напрямую через председателя суда. Я дал ему на это свое согласие. После чего Кравец встретился с председателем арбитражного суда Краснодарского края Егоровым и лично передал ему взятку в размере 10 миллионов рублей за общее покровительство при совершении незаконных действий в арбитражном суде Краснодарского края. К сожалению, на территории Краснодарского края ни о каком законном рассмотрении этого преступления не может идти и речи, поскольку большая часть лиц сами причастны ко всем этим преступлениям, в том числе Бадалов, заместитель начальника 1-го отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета Краснодарского края, Табельский, прокурор Краснодарского края, Залудский, начальник АБЭП по Краснодарскому краю, Газдарев, заместитель прокурора города Краснодара и многие другие. Я готов сотрудничать со следствием, рассказать все преступные схемы всех должностных лиц, которые получили взятки от нас, а это более 15 получателей взяток. Прошу Бострикина Александра Ивановича считать мое обращение, как явку с повинны, взять на особый контроль рассмотрение совершенного мною и моими подельниками преступления, поскольку дело касается многих судей Краснодарского края, высокопоставленных должностных лиц правоохранительных органов Краснодарского края. Общая сумма взяток составила 125 миллионов рублей. Все фамилии там есть. Егоров, это сегодняшний председатель арбитражного суда Краснодарского края. 125 миллионов. 125 миллионов он называет там фамилии, кто вовлечен в эту группу, и 125 миллионов он отдал судьям. Вот давайте послушаем отрывок из аудиозаписи, где, предположительно, Сергей Кравец разговаривает с бизнесменами. Ну, чтобы у вас понимание немножко было, да? Спасибо, спасибо за просмотр. То есть, как бы, Егорова, мной было принято решение не разбивать на каждый поход к нему, там, да, приходить ему. Мне нужно было прийти и убедить его в позиции, удивить. Я это сделал. Вот когда так решаются вопросы о торжестве закона, может идти речь какая-то в Краснодарском крае? Я не хочу всех называть судьи Краснодарского края, что они все там, как бы, одной краской мазаны. Но это не последний судья в Краснодаре. Егоров – это председатель арбитражного суда. И вам не кажется, что не местная полиция, не местная ФСБ, а здесь федеральная ФСБ, центральная ФСБ, должны проверить эти слова, должны, ну, как-то отреагировать. Может быть, конечно, через какое-то время мы увидим, что вот Шунин Геннадий Витальевич опять извиняется. Может, он скажет, нет, я принял какой-нибудь препарат и просто вот что-то там наговорил, я извиняюсь. Такого вообще никогда не было. Что с этим делать-то, вы спросите? А ничего с этим не делать. От осинки не родятся апельсинки. Если завтра будет судебная реформа, ничего не изменится. Кто-то должен прийти, скорее всего, из Москвы, осинку эту срубить и посадить в благородное дерево. И растить его, и лелеять. И смотреть, чтобы к этому дереву, аллегорически, конечно, выражаясь, никто не тянул свои грязные ручонки. Никто не вешал на него денюжки. Не пытался повесить на него денюжки. И, возможно, через какое-то время вырастет красивое, замечательное дерево правосудия. Быстро это не сделается. Это однозначно. Для этого нужно время. Когда начнется, может быть, уже началось. Может быть, уже готовятся уголовные дела. И вот это ростовское дело, это только начало. И судьи не успеют убежать, как убежала Хахалева. Время, как говорится, покажет. Поживем, увидим. А пока, до свидания.